На 68-м году жизни перестало биться сердце краеведа, историка, автора многих публикаций об истории города Олега Губаря. Прощание с выдающимся одесситом, почетным гражданином города, состоялось в Преображенском парке возле мемориала стены легендарным землякам. Очень светлый человек, очень любящий Одессу, настоящий сын Одессы. Я говорил вашим коллегам, я считаю, что это такие люди, как Борис Давидович Литва, а коллега Губаря, это совесть Одессы, моральные авторитеты Одессы, которые, к сожалению, Одесса теряет, Михаил Михайлович Живанецкий. И главная задача, чтобы мы были достойны памяти этих людей. Я уверен, что память о них будет жить в веках. Он очень много сделал для увековечения памяти нашего города, Царства ему небесного и светлой памяти. Место прощания с Олегом Губарем было выбрано не случайно. В прошлом году эта мемориальная стена появилась благодаря инициативе краеведа, много лет изучавшего историю христианского кладбища, которое было на территории современного Преображенского парка. Коллеги рассказывают, Олег Иосифович был настоящим знатоком любимого города, при этом не имея профильного исторического образования. Знаете, это не просто колоссальная утрата. Дело в том, что Олег Губар был настоящим человеком, настоящим историком. Вы знаете, он имел дар, он умел перемещаться во времени. Вы знаете, редко бывает не только среди профессиональных историков, а вообще людей, которые умеют вжиться в эпоху. Вот оно и чувствовало, оно и чувствовало руками, оно и чувствовало душой. Поэтому его книги, вы знаете, они настоящие. Он был настоящим человеком, и это не просто утрата. Понимаете, такие люди очень редко рождаются. Это не просто ученый, не просто краевед. Это был великолепный человек. Олег Губарь окончил геолога-географический факультет. Много лет работал археологом, геологом, научным работником и журналистом. Но его все время тянуло к изучению родного края. Друзья с сожалением констатируют. Такого щепетильного в подходе исследователя, как Олег Иосифович, у Одессы больше не будет. Приобщить меня к истории Одессы я смог Олег. Тогда он был сейчас студентом геофака. Что ему сейчас ставят как-то в вину, что он не историк. А кто у нас из историка проставил Одессу? Мне скажите, кто краеведением серьезно занимался из историков? Не один. На жесток выпускал только партийных всяких чиновников. А Олег еще тогда печатался в университетской газете. Никто об этом не вспоминает. Были первые статьи об истории Одессы. Вот это меня приобщило. А потом я уже сама приобщилась, работая в Крыльевском музее. А когда вышла на пенсию, стала перебирать свой архив. Всегда советовала стать и с Олегом, потому что я не хотела писать какие-то ляпы. И у меня целая серия книг об уходящей Одессе. Вот Олег тоже уходящий Одесса. Это уходящая эпоха. Второго такого краеведа у нас уже не будет. Олег Иосифович Губарь – автор более 30 краеведнических и художественных книг. В 2014 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Одесса» за непрерывную работу в сохранении культурного наследия города. «Почетный гражданин Одессы Олег Губарь – это была настоящая энциклопедия нашего края. Хотя он по образованию не историк, но он мог давать форы любым кафедрам и любым институтам. Меня давно с ним жизнь связала. Мы много проектов вместе реализовывали. И он во многом, ссылаясь на глубокие свои познания, особенно в обустройстве города, в обустройстве края, в личностях, которые брали на себя ответственность, давал мне новый импульс для реализации новых проектов. Потому что, если почитать его труды, то это по большому счету, как обустроить Одессу. Как сделать так, чтобы мы жили лучше». Попрощаться с выдающимся историком пришли сотни одесситов. Почти час люди безостановочно подносили цветы. Напомним, Олег Губарь скончался после продолжительной болезни. Легендарного одессита похоронили на еврейском кладбище возле мамы, тети и бабушки. Игорь Исаенко, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Продолжение следует...